Этот кубик спаян из 12 одинаковых резисторов, по одному килоомму каждый. Про него имеется несколько прекрасных задач, и кто разберется, как они решаются, много чего поймет в расчете электрических цепей. Я беру два крокодила и прикрепляю их к противоположным вершинам куба. Спрашивается, какое сопротивление покажет амметр при таком подключении. Когда привыкаешь со школы пользоваться формулами для параллельного и последовательного соединения сопротивлений, сначала не понимаешь, как их здесь можно применить. Но надо вспомнить, что эти формулы возникают не на пустом месте, а из рассуждений о том, как распределяются токи в ветвях цепи и напряжение в ее узлах. Давайте будем считать, что один крокодил заземлен, а на другой подано некоторое напряжение относительно земли. Поскольку куб – симметричная фигура с равными сопротивлениями во всех ребрах, в этих трех узлах, примыкающих к первому крокодилу, напряжение будет одним и тем же. И в этих трех узлах, которые примыкают ко второму крокодилу, напряжение тоже будет одним и тем же. И тогда, и это самая главная идея решения, узлы с одинаковым напряжением можно закоротить, соединив их друг с другом. Растянем куб, потянув его за противоположные узлы с крокодилами. А теперь можно эти три узла спаять вместе, и эти три узла тоже спаять вместе. И цепь упрощается так, что ее можно рассчитать с помощью простейших формул. Если сопротивление одного резистора равно одному килоому, то в первой плите из трех параллельно соединенных резисторов сопротивление будет равно 1 трети килоома. Здесь 1 шестая килоома, здесь опять 1 треть килоома. Складываем их последовательно, получаем полное сопротивление цепи 5 шестых килоома или 833 ом. Подключаем мультиметр, и наш расчет блистательно подтверждается. Сопротивление этой цепи составляет 834 ома. Практически столько, сколько предсказывала теория. Теперь проверим нашу технику расчета на еще одну из задачи. Подсоединим крокодилы к противоположным вершинам одной грани куба. Спрашивается, какое сопротивление покажет амметр при таком подключении. И опять произведем наше рассуждение прямо на кубе. Четыре помеченных узла равноудалены от обоих крокодилов. Поэтому напряжение в них будет одинаковым, и эти узлы можно закоротить. А еще эти два резистора соединяют точки с одинаковым напряжением. Поэтому ток по ним течь не будет, и их можно мысленно удалить. Опять растягиваем куб, чтобы это было лучше видно, и прикладываем узлы под одинаковым напряжением друг к другу. Теперь спаиваем вместе узлы под одним напряжением и убираем нерабочие резисторы. Расставляем сопротивление сдвоенных параллельных резисторов. Все они равны 1,2 кОм. Сопротивление верхней плети равно 1 кОм. Сопротивление нижней плети равно 3 кОм. Запишем формулу для последовательного соединения этих плетей. Единица на R равняется 1 на 1 кОм плюс 1 на 3 кОма. Это будет 4 третьих. Значит, R равняется 3 четвертым кОм, то есть 750 Ом. И опять подключаем мультиметр. И опять получаем практически тот результат, который мы рассчитывали получить, 751 Ом. А теперь вам остается задачка для самостоятельного расчета. Что покажет мультиметр, если его подключить к концам одного ребра куба? Ваши ответы пишите в комментариях к этому ролику на YouTube. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова